Она яркая, зажигательная и необычная. Ее фильмография состоит как из драматических ролей, так и с роли суперзлодейки. Сегодня я хочу вам рассказать о молодой актрисе, которой удалось покорить Голливуд, и как вы могли догадаться, речь пойдет о Марго Робби. Актриса родом из Австралии. Родилась 2 июня 1990 года в городе Дейлби, штат Квинсленд, в семье фермера Майка Робби и физиотерапевта Сары Кеслер. Помимо Марго в семье еще трое детей, старший брат и сестра Лохлен и Аня, и младший брат Кэмерон. Детские годы Марго провела на ферме бабушки и дедушки, а также в родительском доме. После развода родителей она не виделась с отцом и не поддерживает с ним никаких связей до настоящего времени. Воспитанием занималась мама Марго и относилась к этому максимально ответственно, поэтому Робби посещала все возможные игрушки и секции. Она занималась греблей, софтболом, танцевала и ходила на занятия в местную театральную студию. В старшей школе Марго пристрастилась еще и к серфингу, что очень популярно на австралийском континенте. Кстати, в семье маленькую Марго ласково называли Личингой. Это своеобразное прозвище оставалось с ней на протяжении всех школьных лет. После выпуска из школы девушка начала всерьез задумываться о будущей профессии. Она мечтала с детских лет стать актрисой и приняла решение воплощать мечту в реальность. Но у ее матери не всегда были возможности вносить плату за учебу, поскольку Марго была не единственным ребенком в семье. Впервые Робби вышла на работу в 16 лет официанткой. Кроме того, амбициозная выпускница школы примерила на себе профессии горничной и продавца в маленьком пляжном павильоне. Накопленной суммы хватало, чтобы оплатить актерские курсы в Мельбурне, куда девушка приехала в 2007 году. Марго было совсем не сладко. Днями напролет она училась и ходила на многочисленные кастинги. А вечерами работала продавцом Сабвея, одной из закусочных, продающих фастфуд и специализирующихся преимущественно на приготовлении сэдвичей. Актерская карьера Марго началась в 2007 году с фильма «Я тебя вижу». Еще один год она снимается в эпизодических ролях в австралийском детективном сериале «Отдел убийств» и в сериале «Принцесса слонов». В 2008 году юная Марго пришла на кастинг популярного австралийского сериала «Соседи». После проб, уверенная в собственном провале, Робби улетела в Канаду отдыхать. Отпуск прервало сообщение о том, что она утверждена на роль Донны Фридман. Марго снималась почти три года в данном сериале и проводила на съемочной площадке по 17-18 часов 5 дней в неделю. И не зря. Начинающая актриса получила сразу две премии за хорошую игру в сериале. На самом деле сценаристы не планировали, что эпизодический персонаж станет одним из ключевых, но зрители влюбились в Марго и удерживали ее в сериале на протяжении трех лет. Несмотря на успех на родине, Робби полетела покорять Голливуд. Но здесь никто не ждал австралийку с распростертыми объятиями и снова начались бесконечные кастинги. Актриса пробовалась на роль Эбби Сэмпсон в сериале «Ангелы Чарли», но продюсеры отдали предпочтение Рэйчел Тейлор. Наконец прозвучало предложение стать стюардессой в телевизионной драме «Пан Американ» о жизни одноименной авиакомпании. Правда, первый сезон получился провальным, поэтому проект закрыли. Но именно эту роль сама Робби считает стартом в Голливуде, после чего режиссеры заметили симпатичную блондинку. В 2012 году Марго предложили роль в фильме «Бойфренд из будущего», а спустя еще год талант молодой актрисы покорил Мартина Скорсезе. О том, кого режиссер выберет на роль горячей блондинки в его новый проект «Волксфорд Стрит» гадал весь Голливуд. Робби отправила Мартину свое портфолио и без особой надежды улетела на другой континент, в Британию, праздновать бриллиантовый юбилей королевы. Тем же вечером она получила сообщение, что через день ей нужно быть в Нью-Йорке на прослушивании с участием Скорсезе и Ди Каприо. Марго успела вовремя, но о своем внешнем виде не позаботилась. Когда кастинг-менеджер Эллен Льюис увидел, в чем пришла девушка, а это были рваные джинсы и балетки, сразу же отправил ее в магазин покупать самое сексуальное короткое платье и туфли на высоченном каблуке. На пробах Марго встретилась со своим кумиром Леонардо Ди Каприо, который в свою очередь импровизировал, и актрисе пришлось подстроиться. Когда в одной из сцен Ди Каприо после очередных семейных разборок сказал «Ты должна быть счастлива и иметь такого мужа, как я, теперь иди сюда и поцелуй меня», Робби не растерялась, и хотя ей очень хотелось поцеловать актера, который был ее кумиром с детства, она подошла и влепила ему звонкую пощечину. После чего эта сцена была включена в фильм, хотя в сценарии этого не было. Уже тогда Скорсезе знал, кто сыграет жену Джордана Белфорта. На премьеру фильма «Волкс Фолл Стрит» Марго пригласила всех родственников и друзей, кроме любимых бабушки и дедушки. Актриса признается, что боялась, что они не вынесут участие любимой внучки в эротических сценах. А на красную дорожку звезда вышла с мамой. После сотрудничества с Мартином Скорсезе, Марго начала появляться на обложках глянцевых журналов, а также попала наверхушку самых сексуальных звезд Голливуда. И неудивительно, занятия серфингом стали ключевым моментом в спортивной фигуре актрисы. Следующим насыщенным годом для актрисы был 2015. Она снялась сразу в трех картинах. «Зет» значит «Захария», «Игра на поражение» и «Фокус». В фильме «Фокус» Робби познакомилась с Уиллом Смитом, после чего еще встретилась на одной съемочной площадке в фильме «Отряд самоубийц», вышедшей в 2016 году. Фанаты с нетерпением ждали выхода новых фильмов с ее участием, особенно премьеры приключенческого блокбастера «Тарзан». Один из самых ожидаемых фильмов 2016 года – «Суперзлодейский боевик. Отряд самоубийц», где Марго Робби сыграет с Джаредом Лето и Уиллом Смитом, уже хорошо знакомым девушке по фильму «Фокус», а также Карой Делевин, которая станет подругой Робби. Они настолько подошли друг другу по характеру, что просто не могли не подружиться. Джаред Лето настолько вжился в образ Джокера, что Марго не оставалось другого выбора, как сделать то же самое. Большинство сцен с Джокером были отыграны один раз, дабы запечатлеть настоящие эмоции персонажей. Несмотря на все старания, фильм разочаровал большинство зрителей. По их мнению, Джокер получился блеклым, а истории персонажей – смазанными. Всех, кроме Харли Квинн, ее героиня была настолько яркой и запоминающейся, что на следующий Хэллоуин костюм под Харли стал самым популярным. За главную роль в биографической драме «Тоня против всех» Марго получила свою первую номинацию на Оскар. Хоть статуэтка и ушла к Фрэнсис Макдоналд, фильм о скандальной фигуристке, готовой ради победы играть нечестно и ломать чужие судьбы, получил высокие оценки зрителей и критиков. «Актриса до сих пор не верит, что все происходящее с ней – правда. Мне приходится то и дело щипать себя, чтобы убедиться, что я не сплю», – говорит голливудская звезда. Что касается личной жизни, так актриса никогда не скрывала имена своих бойфрендов. Первой любовью был Мэттью Томпсон. Познакомились они еще в начальной школе. Молодой человек признается, быть первой любовью голливудской старлетки – это круто. Марго и Мэттью остались друзьями, и когда звезда приезжает на родину, они часто встречаются. В Лос-Анджелесе актриса встречалась с неким Марком, студентом колледжа, но, видимо, отношения были не столь серьезные. Ведь совсем скоро пресса будет говорить о романе с Лео Ди Каприо. Ходят слухи, что знаменитый актер провел ночь в доме Робби. Однако, сами звезды комментировать эту информацию отказались. Новую и самую продолжительную любовь актриса нашла на съемках мелодрамы «Французская суета». Ее возлюбленным стал Том Акерли. Спустя три года бурного романа состоялась свадебная церемония. Суженый прошел испытания и выдержал суровую проверку, резко обрушившись на Марго популярности. Обвенчались влюбленные на родине актрисы в Австралии, где присутствовали только родные и близкие жениха и невесты. Не так давно на экранах появился фильм Квентина Тарантино с участием Марго «Однажды в Голливуде». Актриса сыграла свою коллегу с трагичной судьбой, актрису Шэрон Тейт. Многие фанаты жаловались, что Робби часто появляется в кадре, но у нее совсем мало реплик. Обвинения в сексизме упали на Тарантино, на что он ответил, что это лишь ваши домыслы. В феврале 2020 года в прокат вышел фильм «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн». Это первый фильм про супергероинь, снятый женщиной, и мало того, Марго выступила в роли продюсера и не просто платила деньги, а и участвовала в создании истории. По сюжету Харли Квинн с трудом справляется с депрессией после разрыва с Джокером, остригает волосы и собирает команду таких же дерзких суперзлодеек. Актриса вернется к роли Харли в сиквеле «Отряд самоубийц» и в фильме «Сирены Готэма». В этом же году Марго Робби была номинирована на Оскар за роль в биографической драме «Скандал», где снялась с лучшими актрисами Голливуда Шарли Стерон и Николь Кидман. А на этом, пожалуй, все. Напишите в комментариях, какой именно фильм с участием Марго Робби был самым выдающимся и запоминающимся. А также подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А с вами был Мик. Всем до скорого.